Музыка Подошли к рассмотрению третьего вопроса, уважаемые товарищи. Для доклада по вопросу о создании первичных профсоюзных организаций, товарищ Гордевнин. Гордевнин Максим Владимирович, Самара, слесарь по ремонту движного состава. Вопрос о создании первичной профсоюзной организации постепенно реализовывался в Самаре. И те шаги, которые проходили, проходил я потом, на чем я ошибался, на чем я обжигался, какие делал из этого выводы, что потом передал товарищу, какие результаты получились. Вот об этом сейчас расскажем. Значит, первое, о чем нельзя забывать при создании первичной организации, ее цель. Цель создания первичной организации, цель работы первичной организации профсоюзной, это защита, то есть борьба за интересы рабочих, борьба за интересы коллектива и их защита. Если мы посмотрим, как иногда рассыпаются бы такие независимые профсоюзы, видно, что они в своих требованиях, в своей борьбе начинают идти по множеству частных путей. То есть, вот у нас товарищи, с кем мы работали, с медицинского профсоюза, вместо того, чтобы акцентироваться на борьбе за цельный коллективный договор, куда включатся все требования практически всех работников, они начали отдельно бороться за отпуска, который мы урезали, отдельно бороться за суд, оценку условия труда, отдельно бороться против аутсорсинга. Получается, что у них каждый не понимает, что делают. В результате проигрыш аутсорсинга привел к тому, что профсоюз начал сыпаться. Получается, что непонимание целей, ради чего все это создается, уже изначально может привести к поражению или хотя бы к временному поражению профсоюзной организации. Какие основные трудности при создании первички? Первое, с чем я столкнулся, это территориальная трудность. То есть, если предприятие, даже большое предприятие в городе, у нас оно, на моем предприятии, на котором я работаю, разделено на 6 частей. Это 6 отдельных закрытых территорий. И получается, если активист один, он работает только на одной территории, он не может попасть на остальные. Если активистов два, то есть то же самое. Это надо оценивать изначально, потому что я знаю такие случаи, когда люди, выбирая место работы, могут, скажем, жизненная ситуация сложилась, что человек, стоящий на наших позициях, в этот момент ищет работу. Если вы смотрите, рассматриваете, куда пойти работать, выбираете предприятие, которое не цельное, а монолитное. Не надо приходить на работу туда, где вы поймете, что вы можете поговорить только с 15% всех работников. Следующая сложность какая? Режим. То есть, есть очень крупные, большие предприятия, на которые очень трудно устроиться, в принципе, если вот у нас Самара рассматривается, это космическая отрасль. То есть, это проверка ФСБ, то есть, это практически чуть не год, она длится. Это запрещение проносить на территорию предприятия электронных гаджетов, в принципе. Это приводит к тому, что люди, то есть, профсоюзная организация, профсоюзные активисты, в течение работы на предприятии, они не могут между собой общаться, кроме как лично. То есть, вы не можете никому позвонить, вы не можете никому отправить смс-ку, вы не можете организовать там что-то, скинуть какую-то информацию в контакт или куда-то, то есть, только личная беседа. Там 8-10 часов на смене вы поработали, вы выходите, только в этот момент можете начать общаться. То же самое дальше, что привлекать людей в профсоюзную организацию путем от электронных средств массовой информации, тоже получается большая-большая проблема. Следующая проблема, какая может, то есть, с чем можно столкнуться, размер предприятия. Если вы работаете или трудоустраиваетесь на предприятии, на котором работает 5 человек, 10 человек, 15 человек, создать на нем профсоюз практически невозможно. То есть, вы видите конкретно, когда каждый человек, он понимает, что 5 человек никакой силы против работодателя не представляют. этот работодатель может элементарно просто якобы формально обанкротить в предприятии, сказать, ребята, вы здесь оставайтесь, я вот сейчас найму других, у меня уже другая фирма, и вот вы здесь сидите, а у меня будут работать другие. Эти 5 человек, 10, 15, они не могут противостоять приходу штрейкбрехеров. То есть, даже если они находятся на местах, то есть, работодатель может вызвать охрану, там может приехать 2-3 группы быстрого реагирования, они получатся по количеству охранников больше, чем тех рабочих, которые пытаются противостоять. То есть, мы к чему, о чем мы говорим? О том, что профсоюз должен создаваться на предприятии достаточно крупным, чтобы коллектив представлял силу такую, с которой нельзя было бы справиться вот такими методами, то есть, быстрой заменой работников, либо вызовом групп быстрого реагирования охраны и так далее. Коллектив, который от 100 человек начинается, это уже, например, так практически сделать очень довольно-таки трудно. Следующая проблема какая может быть? Сменная вахтовая работа. То есть, если на предприятии идет скользящий сменный график, то могут возникать ситуации, когда предприятие по сменам разбито на 2-3 смены, на 4, и работники не пересекаются друг с другом, они могут пересекаться в момент пересменки. То есть, у нас на предприятии получается так, я прихожу на работу, ночная смена в этот момент убегает. То есть, мы вот так вот на территории предприятия, только здорово-здорово, и они убежали уже. То есть, поговорить с ними, они после ночи не представляются возможным. То есть, это нужно, вот этот момент продумывать, как с ними взаимодействовать. Значит, вахта. Вахта, товарищ, который у нас работает, ездит на вахту, говорит о том, что он постоянная текучка, нет постоянных бригад. Он каждый раз едет на вахту, у него до 75-80% нового состава постоянно. Тоже пока не продумали вопрос, как ему можно бы начать создавать первичку, как передавать информацию на следующую вахту, потому что они уезжают, а потом приезжают следующие. То есть, вот этот момент. Следует продумывать пути преодоления, продумывать сразу. Если вы уже работаете на таком предприятии, то заранее продумать, как вы будете преодолевать такие методы, потому что, к примеру, очень здорово территориально разделенные медики, то есть, у нас несколько подстанций скорой помощи, но у них нет запрета на гаджеты, есть время в течение работы, которое практически каждый из них может посвятить сидению там, средствах электронной информации массовой, и вдруг получается, что пошла новость, и люди начинают, скажем, эту информацию, она начинает раздекаться. Кроме того, у них, у медиков, происходят постоянные пересечения разных скорых, то есть, разных бригад скорой помощи с разных подстанций в тех больницах, куда они привозят пациентов. И когда идет сдача пациента, есть время у водителей, например, там 20-30 минут пообщаться, и они передают информацию, что вот начался процесс создания профсоюза, началась борьба за такие-то интересы, происходит агитация, и она происходит практически в идеальных условиях, когда идет разговор один на один. То есть, один водитель разговаривает с одним водителем. Более идеальные условия – это только когда двое агитаторов разговаривают с одним человеком, которого хотят привлечь, то есть, которому хотят объяснить работу. Это то, что касалось трудностей. Следующий вопрос, который очень интересен. Плюсы и минусы в пользу создания новой организации вместо работы в действующем профсоюзе. Все товарищи, с кем я разговаривал, кто является членом действующего профсоюза, не хотят брать на себя ответственность, инициировать вот эту борьбу за интересы рабочих. Почему? Потому что они понимают, что карманный профсоюз защищать их не будет. Карманный профсоюз сольет их при первом же вот только щелчке со стороны нанимателя. Поэтому возникла такая ситуация, что работа в карманном профсоюзе дает выгоду в чем? Что можно ходить, официально говорить, я член профсоюза, и можно пройти по всем членам профсоюза, можно пройти по всем людям, донести до них информацию. То есть до тех пор, пока наниматель или председатель карманного профсоюза не поняли, что вы действуете против них, это членство в карманном профсоюзе можно использовать в своей выгоде. Но при этом у нас по закону не запрещено членство в двух профсоюзах, и в это время можно создавать второй свой. Тот второй свой, который для вас будет являться хотя бы в какой-то части гарантией защитой в тот момент, когда начнется действительно реальное давление со стороны нанимателя. Давление может быть разным, ко всем известным способам надо быть готовым знать, подготавливаться к защите. То есть в любом случае активист, он довольно-таки быстро его вычисляют, и у Артема хорошая ситуация, и вот сразу ГМПР-то не будет, скажем, от него отказываться, что он как активист нашего профсоюза. У нас профсоюз нет, он не такой известный, он не такой большой, он просто на одном предприятии находится. Кто там, председатель профсоюза, не публичная личность, не медийная, его поменять это очень элементарно. Если он там скажет, скажем, какое-то правонарушение совершит, или там, откажется поддерживать своего члена профсоюза, нет, там ничем это ему не грозит, этому профсоюзу. Вот. Поэтому лучше иметь свой профсоюз, который будет защищать активистов, действующих в интересах работников, заранее создать свой, раскрывать его не надо, до того момента, пока со стороны нанимателя не пошло давление. То есть, пока есть возможность действовать, прикрываясь какими-то элементарными, вот как Артем, ходить с уставом профсоюза, и говорить, я действую в интересах профсоюза, я действую в интересах работников, я не делаю ничего такого, чтобы вот тут было неправильно. Но когда уже дойдет до прямого момента, что работодатель вам скажет, или бы ты прекращаешь эту деятельность, либо я тебя уволю, вот в этот момент вы уже должны записать этот разговор, то есть, вы уже должны быть к этому готовы, вы уже должны после этого дать ему уведомительное письмо, что на предприятии создан профсоюз, и вы являетесь уполномоченным по охране труда, и теперь без согласования с другим, вот с вашим профсоюзом, работодатель не имеет права ни уволить, ни переместить, ни переводом, ни какое дисциплинарное взыскание на вас наложить. Причем, как уполномоченный, да, у вас возникают возможности перемещения, то есть, вы составили план, предъявили, сказали, у меня по плану проверка, вот здесь я пошел, у меня по плану проверка вон там я пошел, у меня по плану проверка вон там я пошел, и ходите по предприятию совершенно официально, по закону вам предоставляется время на профсоюзную деятельность. Вот, это надо использовать. следующее, то есть, получается, вот такое вот совмещение, это наиболее выгодный вариант. Значит, следующий пункт, структура профсоюза и взаимосвязь, защита активистов. Все мы так в общих чертах понимаем, что профсоюз делится на три части. Это вот сейчас по закону, если посмотреть, по трудовому кодексу, по закону о профсоюзах, самая массовая, основная часть, из чего состоит профсоюз, это рядовые члены. Рядовые члены профсоюза, они не проявляют инициативу, но они готовы действовать в своих интересах, если вот профсоюз говорит, ребята, вот мы сейчас все вместе собрались, нас много, мы можем выставить требования, мы можем победить, для этого надо сделать вот это, вот это, вот это. Каждый солдат должен знать свой маневр. Если они знают маневр, если они понимают, какие риски им угрожают, какие способы защиты от этих рисков есть, они готовы действовать. В большей или меньшей степени. Следующая, защита рядовых членов профсоюзов, самая главная защита, какая есть, это сокрытие членов. Они, в принципе, рядовые члены, никак себя не проявляют. Поэтому работодатель никогда не может сказать, кто является членом профсоюза, пока этот член профсоюза никак, то есть не начал раздавать газеты, не начал вести агитацию. Сейчас мы пришли, это второй уровень. Кто это? Это активисты. Активисты – это те люди, которые создают профсоюз. На большом предприятии в одиночку создать профсоюз не получится. То есть нужно создавать группу, сразу целиться, нацеливаться на создание группы активистов. Так вот, активисты их вычислят сразу, как только они начнут активность свою проявлять. И на актив именно будет направлено давление работодателя, давление нанимателя. Этих людей надо сразу обучать методам защиты от давления. То есть это что такое? Это юридическая защита, это информационная защита, это коллективная защита. Но при маленьком профсоюзе, когда профсоюз столько создался, коллектива нет, и коллективными действиями защитить активистов вы не сможете. То есть если в профсоюзе у вас там, ну вот как в Самарео Медиков, например, 200 человек, они не способны собрать эти 200 человек и сказать, давайте мы вот сейчас упремся и своих активистов защитим, прикроем. Ничего подобного. Активисты сами не верят в защиту коллектива в этот момент. И давление работодателя на активистов поодиночке выдавливает их из профсоюза, те пишут заявление на выход и уходят. В результате, теряя актив, профсоюз перестает расти. А им переставая расти, он в конце концов развалится. Он не добьется своей цели первоначальной, для чего он был создавался. Вот он в конце концов развалится. Получается, что защита активистов это одно из самых основных вообще таких вот болевых точек, которые способны либо профсоюз разовьется, либо его уничтожат. У нас на предприятии профсоюз независимый был. Как только он начал противопоставлять себя конкретно руководству, конкретно начал давление на руководство, это вот практически совершение таких ошибок. То есть, они вот их там несколько десятков человек, они там пошли права качать. Сейчас мы вас всех заборем. Ничего подобного. Их сразу вот несколько десятков человек просто уволили. Невзирая на нарушения законодательные или соблюдая закон. Вот здесь ситуация в том, что неготовность самих членов профсоюза к защите себя самого, вот она таким образом сыграла. То есть, нельзя сказать, что вот мы такие крутые перцы, мы сейчас всех победим. То же самое произошло с медиками. То есть, когда мы разговаривали с активистами, они говорили, что вот на нас оказывается давление. Я говорю, доказательства этого давления есть? Нет, они ничего не записали. Они не составили никаких актов. То есть, актив оказался не готов вот к такой борьбе. То есть, единственное, что они знали, это то, с чего мы начинали с ними разговор, это то, что надо вот идти с людьми разговаривать, какие вопросы задавать, как выстраивать организацию. Вот этого они знали. Я вообще думал, что у медиков защита актива поставлена очень здорово. У нас по всей стране мы знаем десятки случаев отбитых и увольнений, и взысканий дисциплинарных по медикам. Но вот в Самаре так не получилось. Почему-то я не знаю. То есть, это, видимо, опять же нам надо было говорить, что актив надо защищать. Следующий, самый верхний уровень. Председатель профсоюзной организации. Фокус в том, что если первичка никуда не входит, то есть, она не является первичкой большего профсоюза, если она не входит в федерацию, в какую-то, то это самая слабая фигура в активе. Потому что уволить этого человека, если актив, вот мы по протоколу, назначая актив председателями правкомов, замами правкомов, то есть, профсоюзных комитетов на уровне цеха, мы их защищаем от перевода и сокращения вплоть до согласования. То есть, без согласования их нельзя уволить. То есть, в случае дисциплинарных взысканий можно уволить с учетом мнения профсоюза. Да, тоже какие-то трудности есть. То председатель профсоюза, если профсоюз не входит в вышестоящую организацию, то по всем пунктам с учетом мнения увольняется. То есть, профсоюз говорит, мы против, а он говорит, ну, хорошо, мы ушли. Вот, уволили. То есть, получается, что первичка обязательно должна входить в вышестоящую организацию, чтобы председатели первички вот таким наглым образом не могли уволить с учетом мнения. Ну, сокращение ввели, да, и все, сокращение, а там только учет мнения. Не прошел по несоответствию занимаемой должности. Учет мнения, да, вот несоответствует, раз ушел. То есть, председателя могут уволить. Чтобы этого не было, согласование по сокращению или несоответствию должности насчет председателя профсоюза только в том случае, если первичка входит в какую-то в вышестоящую организацию. Либо это отраслевой профсоюз, либо это федерация, то есть, все, что угодно. Но обязательно выше должен быть вышестоящий орган руководящего профсоюза. Вот. Это нужно делать, каким образом? То есть, структура профсоюза в результате прописывается вами в протоколе. То есть, проводится после учредительного собрания, проводится следующее собрание, и вы на собрании прописываете, что у вас, ну, председатель уже будет на первом собрании избран. А вот председатели цеховых комитетов, замы цеховых комитетов, они прописываются на следующем собрании в протоколе. Вот их вы прописали, вы этих людей защитили, хотя бы от того, что их не могут просто сократить без вашего согласия. Назначили у полномоченного по охране труда, это самая защищенная фигура в профсоюзе, без согласования с ней ничего нельзя сделать. Вот. То есть, это должна быть самая ключевая фигура, которая у вас будет везде ходить, везде права качать, которые вам надо. Вот. Ну, естественно, она должна быть, то есть, вот эта публичная фигура, которая имеет максимальную защиту. Так, следующий вопрос. Начало агитации. Подбор места, времени и количества собеседников. Подбор места, времени. То есть, если у вас нету много времени, на самом деле, моментальный ответ можно получить фактически вот буквально в течение одной минуты. То есть, это можно сделать практически в любом месте. За исключением чего? За исключением, где большое скопление людей, этого не надо делать. Почему? Если вы подходите разговаривать, то есть, вести беседу вот такого направления к группе людей, достаточно того, чтобы против профсоюзной работы, против данного дела был настроен один авторитетный человек, чтобы он всю эту группу у вас сразу отвалил. То есть, как только он скажет, если все это фуфло, ничего не получится, все остальные скажут, да, это фуфло, это ничего не получится. Если бы вы к каждому из них по очереди подошли один на один и успели поговорить, результат запросто мог быть совершенно другой. Самое смешное, что у меня была ситуация, когда человек мне отказал, сказал, это фуфло, ничего не получится, один на один, но когда он попал в ситуацию создания профсоюза и когда 10 человек подписались под созданием профсоюза, ему пришлось забыть о том, что он сказал, что это фуфло, ничего не получится и тоже подписаться. То есть, он значит, в протоколе учредительного собрания профсоюза он поставил подпись. То есть, получается, что хотя бы маленькая группа, которая говорит точно, что да, это мы будем делать, она переваливает, перебарывает людей, которые пессимистично настроены, но так же самое и наоборот. Поэтому лучше всего разговаривать двое активистов против одного, которого привлекают, либо один на один. Разговор с людьми, которые бригадиры, у меня было несколько случаев таких, что я с одним бригадиром поговорил, он на следующий день становится мастером. Он приходит, у него совершенно сразу поменялось отношение к этому. Когда он был бригадиром, он говорил, да, инициативная группа, не шляк, отлично, действительно, надо действовать. Он приходит на следующий день мастером и говорит, ребята, это все это фуфло, это все ерунда, они так не пойдет. А я был очень удивлен, потому что я просто не ожидал такого развития событий, потому что я сегодня поговорил, а завтра он мастер стал. Что значит дальше может происходить? Эффективные и неэффективные вопросы и темы для завязывания разговора. у нас есть очень разные ребята, которые пытаются развивать профсоюз. Если вы не пользуетесь авторитетом среди рабочих, бывает такое, пришел на предприятие только-только, не надо сразу этого начинать делать, пока вы не заработали авторитет, пока вы не показали себя, кто вы такой есть, вы можете только все испортить. Самое смешное было первое впечатление, когда я пришел на предприятие, на протяжении примерно полутора-двух месяцев при мне никто не выпивал. То есть все не понимали, что за человек. Вдруг он от администрации пришел, вдруг он сейчас всех сольет. Поэтому было понятно, что народ рабочий. Нет, при мне никто вообще. Я был очень удивлен, потому что мне товарищи говорили, да ладно, там бухают. Я говорю, да вообще при мне никто не пьет. Но потом я понял, что я стал своим, когда увидел, что при мне начали хлобыстать, все нормально. вылился. Вылился, да. в общем, ну да. Ну, сам не пью, поэтому как-то из коллектива не выливайся, не отрывайся от коллектива. вот, значит, какие вопросы получались. То есть, был на предприятии профсоюз, он был уничтожен. Второй профсоюз карманный, который ничего для работников не делает, для рабочих. Получается, когда я начал говорить о том, что надо создавать свой профсоюз, все говорили, ты что, дурак, тебя либо уволят, либо ты что, хочешь с нас денег собрать? Пришлось от этого слова отказаться. То есть, это не профсоюз, это инициативная группа, это там кружок по вышиванию, что угодно. Только это не профсоюз, это организация. Какая-то организация в интересах работников. Какая была вторая проблема? Взносы. Но профсоюзу в самом начале не нужны взносы, у него пока нет расходов. И я потом с ребятами, с кем я разговаривал, он говорит, если расходов нет, взносы нам не нужны, давайте мы это дело отложим на рассмотрение гораздо более позднее. Это так здорово их расслабило, они поняли, что здесь разговор не про деньги, здесь разговор про их интересы. Про их интересы, да. То есть, я сказал, у нас задача, нам всем зарплату прибавить, а не с вас денег собрать, чтобы кому-то одному там хорошо стало. Я останавливаю. Уважаемые товарищи, докладчик выходит из рекламы, но поскольку доклад очень интересный, предлагаем ему, да, не будем прерывать, чтобы потом претензий не было. У меня больше половины еще осталось. К видению не было. Денис Борисович предупреждал, я как... Я разобрал три вопроса, у меня осталось еще четыре. Это двойной регламент. Ставьте на голосование. Какие предложения? Павел быстро. Пусть по сути ужмется. Да, по сути. Минут десять еще дайте и все. Да, товарищ? Да. Десять? Десять. Пятнадцать. Какие еще предложения? Десять? Десять. Кто за то, чтобы продлить регламент товарищу Гордиовину на десять минут? Против? Выступайте, товарищи. Гордиовину Значит, какие сами вопросы у меня стали здорово срабатывать. Я понял, что люди боятся каких-то активных действий и значит нужно сразу сказать, что мы не собираемся никого подставлять. Сразу надо сказать, что мы собираемся действовать в их интересах. и тогда у меня сложилась такая фраза, которая стала срабатывать буквально в несколько секунд. Я видел человека, мы иногда вместе работали или еще что-то происходило, и говорил, слушай, у нас группа товарищей начала создавать, собирать организацию для борьбы за повышение зарплаты. любые действия мы собираемся предпринимать только после того, как соберем больше половины коллектива. как за повышение зарплаты? в этот момент, в этот момент, что мы будем действовать только после того, как соберем больше половины коллектива. Следующим я добавлял, что мы не будем совершать никаких глупостей, все решения принимает сам коллектив, который собирается. людей расслаблял, то есть, они все понимали, да, не надо сейчас бежать, размахивать флагами, не надо кричать, что мы сейчас требуем повышения зарплаты, нет, но за повышение зарплаты, при сборе большого коллектива, все, практически 80-90 процентов людей, с кем я провел такую беседу, говорили, да, я согласен. В этот момент, очень хорошо, давать сразу доверенность на подписание. сама организация еще не создана, то просто человека на галочку уберете, потом собираете учредительное собрание вот из этих людей, вот, и создаете профсоюз. Вот эту вот фразу запомните, потому что она, по-моему, как раз и столкнула медиков с мертвой точки. До этого у них несколько месяцев было три человека, мы съездили на съезд, увидели Григория Вячеславовича, такие, постучались, попытались до него достучаться, ну вот, он дал наши контакты, мы встретились, и они с тех пор бегают и говорят, вау, как это все было бы здорово. Ну, хотя не всего вот вау получилось, то что сейчас вот у них там начались проблемы какие-то. вот, главное, что не надо говорить про профсоюз, если люди негативно к этому настроены, надо говорить про их интересы. Повышение зарплаты, улучшение условий труда, и действия только после того, как соберется большой коллектив. Вот это здорово срабатывает. Главные цели беседы при агитации в профсоюз. Каждый активист должен понимать цель вот этой беседы. Их несколько. То есть, первое, вы находите человека, который либо вступает в профсоюз, либо дает вам доверенность. Но второе, и сразу, вы должны понимать, что вам нужен активист. Если вы со всеми поговорили, и не понимаете, кто из них готов быть активистом, черт возьми, надо с каждым говорить заново. Это иногда не всегда уже удобно. Поэтому, следующий вопрос, когда человек вам сказал, да, я за любой кипиш, кроме голодовки, вы говорите, а ты вот сам готов поучаствовать в развитии? И есть люди, которые говорят, да ты знаешь, я да, я готов. Особенно хорошо, если вы пользуетесь этого человека уважением. Доверяя вам, уважая вас, он идет, да, да, я готов, давай записывай меня, я готов что-то делать. То есть, вы, получается, создаете актив, который впоследствии готов развивать профсоюз уже автоматически. Следующее, пояснение о планируемых действиях и о защите членов профсоюза, это тоже желательно сразу сказать, чтобы люди сразу понимали, что их никто не собирается подставлять, и никто не собирается кидать их там, с голой шашкой на танки, что пока не продуманы действия, никто еще делать не будет, что все действия будут обсуждаться с самим составом профсоюза, что все будут все понимать, вот это очень важно. ну, естественно, вот в этом процессе вы раздаете газеты, раздаете выжимки, это очень хороший дает обратную, хорошую связь. Вот теперь подробно о методах защиты профсоюзного актива, то есть, есть три направления, юридические, технические, то есть, информационные и коллективные. Юридические действия, профсоюз должен знать законы, которые гарантируют его работу, то есть, активист должен это знать, и он должен быть технически заранее подготовленным, то есть, если человек идет, его вызвал к себе, там, какой-то представитель нанимателя на беседу, и будет ему говорить, что вот ты знаешь, если ты еще раз заикнешься про коллективный договор, я тебя уволен, а записывать не на что этот разговор, то все, вам второй раз, вам уже этого говорить никто не будет, вам уже там, подберут людей, сделают, значит, акт о дисциплинарном нарушении, там, какое-то там, опоздание, или еще что-то, вам впендюрит, вы уже пропустили этот момент, то есть, вы должны заранее быть готовы к тому, вы знать должны, как активист себя защищает, знать законы, знать, что должно быть у тебя в кармане, до того, как ты пошел на беседу к представителю администрации, включить гаджет до того, как ты туда зашел, и все записать, проверить работоспособность заранее, потому что бывает такое, что в зависимости от беседы, в зависимости от техники, может что-то не получиться, вы должны заранее знать, что у вас все точно получилось. Следующая информационная, одна из очень мощных видов защиты, это публичность, когда вы можете какое-то время долго скрывать существование рабочего профсоюза, но в определенный момент, когда вы его раскрываете, публичность активистов, она играет на руку защите, вот у нас Григорий Вячеславович, публичная фигура, попробуйте ему сказать, что я тебя завтра уволю, вся страна будет знать, что его увольняют за профсоюзную деятельность, получается, даже в суд подавать не надо будет. Это вариант, то есть вы должны заранее продумать, как и где, куда будут посылаться, будет посылаться информация в том случае о действиях вашей профсоюзной организации, то есть какие средства массовой информации вам в этот момент доступны. Выбор момента времени и места для проведения учредительного собрания профсоюза. самый лучший момент это в обеденный перерыв, желательно, это очень здорово, когда вы видите, где группа рабочих занимается какой-то, вот каким-то отдыхом, там играет в домино. В домино человек шесть, сидят, хлопают, вокруг них собирается еще несколько человек зрителей. Замечательная ситуация, когда вы приходите с подготовленным протоколом, эти все люди знают, о чем вы с ними будете разговаривать, вы просто в процессе игры проходите, собираете с них подписи, решаете все вопросы, но даже в тот момент, если подходит представитель администрации, вам достаточно просто убрать протокол. То есть он подходит, здесь в домино играет, ничего, никакого криминала с их точки зрения нет. Вытащить актив за территорию предприятия, пока еще ничего не началось, довольно-таки трудно. Я вот проображен успехами Павла в этом плане, когда он актив все-таки собрал за территорию, это вообще круто. У меня так не получилось. Вот, практически последний момент. Он очень интересный и важный в том плане, что, если вы сразу не дадите активу в поле деятельности, он у вас сольется. Здесь нужна организация работы с активом профсоюза. То есть организация работы профсоюзного актива. Нужна постановка задач, подбор исполнителей, контроль и обучение. То есть это заранее вы должны знать, хотя бы двое человек у вас появилось, вы их собрали, сказали, ребята, вот нам надо для того, чтобы вас не уволили. Вы должны знать вот это, вот это, вот это. Вы должны быть готовы вот к этим, этим, этим действиям. Действовать вы должны вот так вот так, то есть провести обучение сразу, с самого начала. Следующее, это включить актив в наращивание рядов профсоюза и в разработку коллективного договора. Получается, значит, вот у вас есть задел, организация, которая начала расти. Вот. Ну, в принципе, вот все. Спасибо. Товарищи, скажу про свой опыт. Ну, собственно, Максим Владимирович уже сказал все основные моменты. Я скажу, как у меня получалось. Тоже интересный опыт. Ну, во-первых, конечно же, я смотрел видео очень много, смотрел товарища Бобина. Меня прям как-то зарядило одно его видео замечательное, где он, так вот, серьезным таким голосом БДВшника говорит, что требуется для создания профсоюза. Тут у меня халат свечи. Требуется собрать трех человек. Ничего не надо. Три человека собирают, а у тебя готовый профсоюз. Я как посмотрел это видео, как-то думал, что я, блин, что я, кто я, я же рабочий, что я. Пойду попробую. В общем, первое, что должно быть у вас для создания первичной профсоюзной организации, это желание и осознание того, что это вообще нужно. Вот. Когда ты у вас есть, это уже полдела. В дальнейшем я выработал определенную тактику. Я посмотрел на опыт товарища Горденина. Ну и как бы немножко подкорректировал с учетом своей специфики своего предприятия. Вот. Первое правило, которое я выработал для себя, это дорога осилит идущий. То есть, грубо говоря, для того, чтобы что-то начать, нужно начать. Вот. И, значит, потихонечку, полегонечку я к этому готовился, теоретически. Общался с Максимом. Максим мне сказал, как. Показал примеры, ошибки. Я все это учел. Ну и начал. Второе правило тактики – это место встречи изменить нельзя. Это о том, что говорил товарищ Горденин, когда вот есть момент, что работники собираются вместе, и ты подходишь к ним и понимаешь, что их четыре, пять, а ты один. А ты им такой, ребята, я вам сейчас интересную мысль скажу, они тебя смотрят. И ты уже как бы даже не знаешь, что сказать. Вот. Поэтому я стал вытягивать товарищей по одному рабочих. То есть, буквально, вот, товарищ Горденин, там, на обеде. Я на обед забил во время рабочего процесса. Прям идет работа. Я говорю, слушай, Петрович, тема такая тут есть, интересная. Прям тебе понравится. И начинаю разговор с того, что, говорю, как бы спрашиваю, слушай, а что ты думаешь про наш профсоюз, который у нас там вот? Ну, и там начинается мат, и после этого мои приложения начинают заходить на ура. Вот. Это как бы второе правило, то есть, как бы нужно вытягивать по одному. И как-то вот у меня сработало, и я так 16 человек набрал. Вот. Третье правило – это найти, значит, ключик к замочку товарищей рабочих. Вот это, наверное, сложное правило, поскольку нужно выработать определенную тактику, вот, подхода к ним, значит, того, как им говорить о том, чтобы создать вообще что-то либо. Вот товарищ Гадеевин тоже правильно сказал, что про профсоюз лучше вообще не упоминать, потому что люди начинают думать, что какая-то серьезная организация, зачем я там буду, сейчас еще узнают, не дай бог, иначе начнут сокращать, уволят. В общем, что только не говорят, поэтому ты подходишь и говоришь, слушай, а ты хочешь работать поменьше? Да. А получать больше ты хочешь при этом? Конечно, да. Слушай, ну у нас тут инициативная группа собирается. Ты как, ты за? Ну да. В основном все говорили за. То есть, получалось как? Так, говоришь не только с этим, но говоришь про вопрос безопасности. Это как бы четвертое правило, оно как бы соединяет все остальные. То есть, ты говоришь, что, ребята, не беспокойтесь, мы сейчас не рейпаемся с вами. Мы сейчас ничего активно не делаем. У нас ничего нету, чтобы делать вообще. Поэтому, как бы, какие-то нам претензии со стороны администрации. Ну вот, то есть, и, как бы, поэтому от вас требуется пока что только согласие. И люди такие, ну, как бы, ну, посмотрев, подумав, да, и соглашаются. Вот так вот у меня получилось собрать 16 человек. К сожалению, собрать все 16 на учреждении собрания не получилось, профсоюзные ячейки. Собрались втроем. Вот. Но, опять-таки, мы собирались не в обед. Потому что специфика у нас такая, что у нас там цеха разделены, и приходилось бы бегать. А это как, ты как, там, это, тебя, ну, ты, в общем, как, как слон в поле. Там сразу тебя увидит с администрацией создания. То, что там бегаешь, как бы, зачем бегаешь. Потом начну спрашивать. Спрашивать. Ну, в общем, я не стал это делать. Мы собрались с товарищами, как бы, внутри человека достаточно, чтобы создать профсоюзные ячейки. Ну, не вопрос. Очистные сооружения. Вторая половина дня рабочего. На коленке. Мастер нету? Ага. Давай, ребята. Так. Все. В общем, написали протокол. Проголосовали, создали. Вот, в принципе, все эти правила, как бы, они работают. И опыт, действительно, у нас имеется не только у товарища Гордина, у меня. И вот мы с профсоюзом действия, по сути, рассказывали то же самое. Мы делились нашим же опытом. И после этого у них, действительно, там, с трех человек уже сейчас 250. Ну, у них там еще замечательный пример есть. Поэтому, как бы, вопросы в создании, как бы, оно, на самом деле, несложно. То есть, тактика есть, методы есть. Я писал статью очень серьезную, там, на этой почве. В принципе, я, собственно, оттуда все и взял. Для сегодняшнего доклада. Поэтому, если есть желание ознакомиться, можете подойти. Я сдам ссылку. На Рабочей партии России имеется. И в Фонде Рабочей Академии, если еще проехать. Моя статья. Вот. Также помогла мне еще в этом вопросе моя жена. Она как-то раз так мне сказала, есть такие замечательные три правила. Постоянство, постепенность и последовательность. Ну, когда я узнал, что, как бы, правило является дрессировкой собак. Почему бы и нет? Попробуем. Получается. То есть, не надо, никуда не торопитесь. Как бы, у вас есть огромное количество времени. Есть работа с людьми. Постоянно, то есть, постоянно что-то предлагаете. Постоянно идите, спрашиваете, агитируете. Постепенно. То есть, не надо прыгать. Не надо шашкой выкидываться. Лететь. А, сейчас мы всех порубим. Тут давайте втроем пойдем после всей администрации. Зачем? Зачем это нужно? Вот. И, то есть, постоянно, последовательность, постепенность. То есть, постепенно, спокойно, никого не тыргайте. Спокойно набирайте на рот. И когда у вас набирается уже определенное количество, достаточно серьезное, вот тогда вы начинаете серьезные действия. Вот. И тут, как можно вспомнить одного философа. Я не саживаюсь, по-моему, Платон. Как-то своему ученику говорил. Чего ты, говорит, боишься смерти? Пока ее нет, ты ее не чувствуешь. Когда ты умер, ты уже ее не чувствуешь. Но тут про смерть, а тут можно сказать про борьбу свою. Вот, если ты набираешь народ, как бы, есть давление, ты его пока нет, ты его не чувствуешь. Когда вас уже много, ты уже не чувствуешь давление. Потому что большое количество коллектива – это, конечно, силы. Вот. Вот это вот тактические моменты, которые мне помогли. И, я думаю, что помогут многим, если правильно, грамотно их внедрять. Ну, собственно, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Товарищи рабочие. Кужелев Евгений Юрьевич. Город Белгород. Рабочий на заводе Верафарм. Хотел сделать небольшое дополнение к основному докладу. рассказать о видимых различиях между малым, средним, крупным предприятием, на которых я работал. И почему сознательному рабочему для эффективного ведения классовой борьбы необходимо стремиться попасть именно на крупные предприятия. На малых предприятиях коллектив состоит всего лишь из нескольких человек. И чаще всего бывает, что устройство официально даже не ведется. Речь об официальном устройстве даже не ведется. Поскольку коллектив небольшой, то и давление оказывать на работодателя не способны. Второе. Это заниженная и без того малая зарплата занижена в связи с отсутствием адекватного учета. Ненормированная выдача зарплаты. У меня было такое, что могли раз в неделю выдавать, могли два раза в месяц выдавать, а могли один раз в два месяца выдавать. Ненормированный график. То есть, очень большие переработки и 12 часов и выше. Неоплачиваемые отпуска, больничные простои. Задолженности по зарплате. У моего товарища дошло до 111 тысяч задолженность по зарплате у малого предпринимателя. Неопределенность специальности. То есть, один человек может отвечать за полное выполнение всех работ. Взыскание за брак, отсутствие адекватных условий труда. Психологическое давление, ханство, открытая несправедливость по отношению к рабочему и так далее. Условия на подобных предприятиях постоянно ухудшаются, что приводит к деградации работников в таких условиях вести классовую борьбу или говорить о классовой борьбе совершенно не приходится. На среднем предприятии, там где несколько сот рабочих, ситуация складывается иначе. Принято устраивать в серую или неофициально, реже официально. Зарплата серая занижена. Коллектив разобщен. Оплата переработок отпусков больничных есть, но так, что лучше бы их и не было. Сильный контроль со стороны рабочих приказчиков. Ненормированный график бюрократические игры работодателя с целью уклонения от налогов. В связи с тем, что работает несколько сот человек на предприятии, работодателю приходится с этим считаться. Но все же неустойчивое положение рабочих мешает сплотиться. На крупном предприятии, где работает несколько тысяч человек, как правило, устраивают официально своевременные выплаты, работа согласно специальности, нормированный рабочий график, оплата больничных отпусков, простоев. Самое главное, есть большая возможность общения в коллективе, адекватные условия труда и приказчики более лояльны, поскольку начальство на подобных заводах, на крупных предприятиях, это в основном бывшие рабочие. Рабочие на подобном предприятии не находятся на грани и имеют возможность общения. Здесь имеет смысл вести пропаганду, искать единомышленников и создавать независимые профсоюзы. Буржуазии общаются в своей среде, ездят на тренинги и семинары по управлению и разрабатывают систему классовой борьбы. Поскольку у них есть средства и время для развития, они, как класс, сплочены, опираются друг на друга морально и материально и чувствуют силу перед разрозненным и безграмотным рабочим классом. И рабочий класс должен добиться сокращения рабочего времени, приблизить зарплату к уровню стоимости рабочей силы, для того, чтобы начать развиваться и вести классовую борьбу. У меня все. Спасибо за внимание. Соня Евгений Вячеславович, город Венев, Тульская область, завод Тул электропривод. Вот. Работаю я почти уже год на этом предприятии. Ну и хотел бы поделиться, так сказать, своим опытом. Не то, что создание, а именно, то есть, как я искал пути, как работать с другими цехами. То есть, соответственно, на нашем именно предприятии у нас пять цехов. То есть, есть такие структуры, как водопроводчики, электрики. То есть, у них одно подразделение на весь завод. Вот. Соответственно, получается, я, то есть, одного человека еще в самом начале, вот, он, получается, как сварщик там по трубам, вот, выцепил его, можно сказать так, притянул его к себе. Вот. И, то есть, потихоньку, потихоньку вносил информацию, то есть, что нужно, там, бороться за свои права, то есть, вот, что, и, в общем, мы с ним так общались на протяжении трех месяцев. Вот. И я ему объясняю, что я не могу один, то есть, попасть там на те цеха, где может он быть. Соответственно, он говорит, я тебе помогу, я, то есть, людей тебе оттуда вытяну. Вот. И, соответственно, приходилось еще работать, то есть, ну, так сказать, пропагандировать в автобусе, то есть, там, ну, вот, человека, то есть, получается, каким-то, там, клоу, какими-то лозунгами, вот, то есть, призывал. Вот. И, то есть, мы выходили из автобуса, и один рабочий даже со мной, хотя бы, совершенно в другую сторону, а, получается, где нас высаживает автобус рабочий, до автостанции идти, ну, минут 25. Вот. И он даже со мной, то есть, получается, пошел до самой автостанции, вот, это, то есть, выслушать до конца. Вот. И на следующий день они с товарищами с пятого цеха, например, буквально, вот, только было перед уездом. Вот. То есть, их заинтересовало, и они тоже решили послушать. Вот. То есть, соответственно, мы сейчас с нашими учредителями, то есть, ну, с товарищами, с которыми учредили профсоюз, наш контроль, вот, соответственно, сейчас хотим сделать, ну, такой небольшой, как, семинар чисто для тех, кто уже есть в активе, вот, и, то есть, возможно, численность наша вырастет уже до немаленьких размеров, вот, то есть, это, возможно, даже уже и не 30 человек, а, возможно, даже уже и больше, то есть. Ну, то есть, вот, что я хотел сказать, поделиться. Кузнецов. Город Санкт-Петербург. Новая технология тока. Хороший был доклад. Вот. Со многим я был совершенно согласен, кое с чем не согласен. Вот. Чувствую, что человек имеет такой большой практический опыт, и я, в общем-то, для себя кое-что такое полезное извлек. Вот. Вот. Конечно, лучше всего создавать профсоюз на крупном предприятии. Ну, там много, большой коллектив, а администрация, администрации, как правило, не так много, поэтому большим количеством легче давить на администрацию. Но я считаю, что все-таки нужно создавать профсоюзы и на мелких предприятиях. Вот у нас маленькое предприятие, профсоюза там нет, профсоюза там нет. Вот. Я вообще считаю профсоюз защиты, но я это профсоюз, так сказать, профсоюзное объединение. Вот. Вот. Старики, вот такие, как я, считают, что нужно создавать у нас профсоюз. А молодежь, вот операторы СПУ, считают, что профсоюза создавать не надо, с ними трудно найти общий язык. Видимо, такой возрастной барьер. Вот. Я хочу поделиться другими. Хочу поделиться. Когда я работал на ЛМЗ, естественно, там был вот этот вот ФНПРовский профсоюз, очень крупный, очень сильный. Вот. И все, естественно, этот профсоюз нехорошими словами посылали. Поэтому мы решили там вот группу активистов, но это не только на ЛМЗ было это объединение силовые машины, там на нескольких заводах, создали профсоюз, вот этот профсоюз защиты. В профсоюзе защита было народу очень мало. Но все это был очень активный народ. Очень активный народ. И, в общем-то, то, что мы сделали тогда, я считаю, мы сделали много. Вот. Многих людей, которых пытались сократить, пытались уволить, мы по суду восстановили, например. Получили, кстати сказать, большой юридический опыт, как в таких случаях действовать. Вот. И вообще мы, естественно, были занозой для администрации, но прежде всего мы были занозой у этого ФНПРовского профсоюза. Потому что больше всего, так сказать, гадости было именно от них. Именно от них. Да, и на нас и клеветали, и прочее. Я вот хочу обратить внимание. Профсоюз защиты позволяет состоять одновременно в нескольких профсоюзах. И вот я официально состоя в профсоюзе, в ФНПРском профсоюзе силовых машин. И в защите, ну, что там было неприятное? Приходилось и туда, и туда платить взносы. Понимаете, в твоих размерах. Но зато, но зато я уже как член вот этого ФНПРовского профсоюза, кроме всего прочего, я был еще и профгруппоргом у себя на участке, я уже мог официально ходить у себя по участку во время работы и разговаривать с людьми. И разговаривать с людьми, и ко мне уже там никто не придирался, что ты ходишь, что ты не работаешь. Конечно, это приходилось делать за счет своего рабочего времени, но тем не менее я вот так вот мог подойти к любому, провести, так сказать, с ними несколькими фразами переброситься. И, в общем-то, как говорится, достигал того, что хотел. Ну, естественно, так это долго продолжаться не могло. Конечно, профсоюз наш весь силовых машин, ну, фактически он был разгромлен. Но, тем не менее, я считаю, что мы сделали очень много тогда. Да, люди иначе стали и на себя смотреть, и на нас. Вот. Ну, сейчас тенденция какая? Сейчас ведь стараются вот эти мелкие, большие предприятия-то дробить и делать из них мелкие предприятия. Что же делать с мелкими предприятиями? Ну, я считаю, мое мнение, создавать профсоюзы и создавать профсоюзные объединения. Потому что я знаю, что вот, используя заграничный опыт, у них же там, например, где-нибудь в Греции, она же страна-то не индустриальная, однако она имеет мощные профсоюзы. Почему-то там не сами профсоюзы, а это мощные профсоюзные объединения. Вот и нам тоже к этому надо стремиться, создавать профсоюзные объединения. Еще что хочу сказать. На закуску. Ну, кто был в прошлый раз, тот помнит, я рассказывал про парня, который создал, водителя, который создал у себя на предприятии, там, в автопарке, профсоюз. Профсоюз этот разгромили, его уволили. Но он не опустил руки. Он, в общем-то, подал в суд. Он подал в суд. Ну, это было довольно сложно сделать. Суд он выиграл. Суд он выиграл. И теперь по суду он установлен на своем рабочем месте. Ему выплатили 10 тысяч как моральной компенсации. И за то, что он, значит, отсутствовал на своем рабочем месте, ему предприятие должно выплатить 600 тысяч. 600 тысяч с хвостиком. Каждый думает, вот бы мне, и мне вот уже. Вот. Я к чему это говорю? Что дело в том, что один был, он ничего бы не сделал. Он пришел вот к нам, а мы имели опыт, как, в общем-то, действовать. И, как видите, пусть, пускай это будет маленькое, но это все-таки наша победа. Это наша победа, в принципе, всех вот, нас, трудящихся. Вот это вот очень радует. Вот все, что я по этому поводу хотел сказать. Спасибо. Уважаемые товарищи, с рабочими мандатами, с решающим голосом, кто хотел бы еще выступить по теме создания первичных профсоюзных организаций? Товарищи, вот тут такие. По поводу создания профсоюзов, тема такая, ну, у меня он как-то получился левым пальцем левой ноги, я даже ничего не делал. Все сделали газеты за рабочее дело и ролики фонда рабочей академии, не просто на работе, как бы распространяем потихонечку все это. И люди подходят, а где у нас записывает профсоюз, а где у нас профсоюз, а где у нас профсоюз, е-мое, куда же вас девать-то, я ничего не ожидал. Единственная такая проблема была, товарищи, я говорю, когда захотите, тогда у вас будет профсоюз. Ну, также еще шутки, подколки, может быть, иногда тоже влияли, потому что они бывают, когда что-то там, о проблемах каких-то разговаривают, говорят, что вы сделаете, чтобы они решились, с чего взяли, что они вообще должны решиться или еще что-то. На них можно миллион лет разговаривать, проблема есть проблема, она была и будет. Так что, говорю, ваш треп здесь, это как наши партийные чемпчати, там, треп такой. Ну, не знаю, может, они как-то, и после последней газеты, вот, был, и, правда, я с газеты еще запустил этот самый, там у нас товарища один я попросил, скинь мне в электронном виде расчет стоимости рабочая сила, там, со выражением Маркса, еще что-то, с шуткой, зарплата, ты знаешь, что я работаю там, или еще что-то. И какой-то резонанс такой большой был тоже, там чуть ли не с бухгалтерией не приходили, ну, пусть шутками, как угодно, пусть посмеются, но, главное, они, все это разошлось, то есть, смысл-то в чем, да? И те, над кем я, ну, как бы, немножко поджучивала, что никогда ничего не будет, вы как заходите, так у вас будет профсоюз. А где, а как он создается, или еще что-то, я говорю, ну, вот, учредительнее это, я вам, давайте, все скачаю. Я вам скачал, все дал, один раз создали. Я не при чем, да? Я не с вами. Да. Самая большая проблема, вот, дальше, конечно, что из этого будет, там, кол договора, добиваться, не добиваться, а тем более у нас на фоне, там, новых событий, у нас идеальные условия труда, у нас евро-ремонт постоянно, у нас там вытяжки, у нас все, у нас зарплату прибавили, там, монтажницы на 25 тысяч, это только прибавка на 25 тысяч, я не знаю, как там, такие, у нас такие у вас сложности, не то, что там мало платят, а много прибавляют, я не знаю, по каким причинам, то ли люди уходят, то ли, может быть, чтобы движений никаких не было, я не знаю. Ну, насчет того, что вот ролики смотрел, действительно, создать профсоюз несложно, главное дальше, что, ну, вот, сегодня вот, такие материалы, вот, товарищ Бобинов раздал, еще что-то, вот, это очень нужные вообще вещи, они должны у нас где-то быть в папочке, где-то на фоне рабочей академии, чтобы вот, все, что нужно, сам кол-договор, вот эти вот, и дополнительные требования, там, еще какие-то бланки доверенности, или чего еще, ну, с людьми разговариваем, сразу, а как это, а что это, миллион вопросов, ну, и у самого возникает тоже вопрос, и сразу куда-то лезть, искать, распечатывать и так далее, чтобы не было вопросов таких, ну, и вообще, кто хочет создать профсоюз, ну, наверное, милости просим в фонд рабочей академии, да, да, фонд рабочей академии вам всегда помогут, так что, фонд рабочей академии, ну, заходите в интернет, наберите фонд рабочей академии. Также под роликом, я думаю, будут у нас какие-то, наверное, реквизиты по поводу, потому что сегодня уже не один раз озвучивался такой момент, что помощь будет оказана, есть контакты, кто-то звонит, вот, товарищ Артем из других городов, кто-то, вот, товарищ Кальзин звонит там с разрывом во времени 8 часов ночью с другого региона, там, а у них там уже забастовка вообще стихийная, ну, говорю так, без организации, ну, вот, без организации нельзя ничего, сначала организацию надо, хотя бы как-то вот создайте хоть что-то, потом уже потихонечку, может быть, ну, вот, как-то вот так, все, спасибо. Спасибо. Уходи, уходи. Товарищи, я коротко, я думаю, что в рамках данной темы неплохо было бы еще и вспомнить ситуацию, которая произошла в конце прошлого года на Ногинском хлебокомбинате, на прошлом РКР присутствовал делегат от Ногинского хлебокомбината Елена Шатрова. Я хотел бы просто напомнить о том, что как там развивались события, ведь на хлебокомбинате когда-то был и профсоюз, и коллективный договор там был, и условия труда более-менее были неплохие. Все работники работали официально, были трудоустроены, там также хлеб выдавался в соответствии с требованиями, прописанными в коллективном договоре. То есть каждый работник, выпекая хлеб, мог с собой какую-то часть уносить. Но что же произошло потом? Потом из-за того, что не велась низовая инициатива от самих работников, перестал действовать коллективный договор, ее просто не стали заключать. Потом сама профсоюзная организация была ликвидирована. Что случилось с коллективом? Коллектив стал переводиться уже с трудоустроенных, то есть с договоров, как того требует трудовой кодекс, на работу по серым схемам, в черную схему. То есть работники работали неофициально, ухудшались соответственно условия труда, увеличилось рабочее время и так далее, и так далее, и так далее. И в итоге кризис настал осенью прошлого года, о котором мы узнали с Сергеем Александровичем Горбушкиным из средств массовой информации. О том, что работники вышли на забастовку, но это скорее была даже не забастовка, как это говорили телевизионщики, а приостановка работы в соответствии со 142-й статьей Тудового кодекса. Мы примчались тут же утром на следующий день с Сергеем для того, чтобы пообщаться с работниками. Через какое-то время мы уже связались с активистами, попытались вместе с теми активными работниками создать профсоюз, его там создали, профсоюз «Хлеб», но уже было поздно, потому что предприятие было переведено работодателем в режим вынужденного простоя, там у работодателя уже были далеко идущие планы ликвидировать акционерное общество, а те долги, которые были у работодателя перед работниками, до сих пор не выплачены. В рамках вот этой темы я хотел бы сказать, что не нужно вот эту нашу работу по созданию профсоюзов, по созданию инициативных групп в тех профсоюзах, которые уже есть для того, чтобы эти профсоюзы перерабатывать, не нужно ее откладывать на потом, потому что условия труда ухудшаются везде, в какое предприятие ни посмотри, везде одно ухудшение. И получается то, что мы наблюдаем такой эффект вареной лягушки, ее вот варят на медленном огне, и рано или поздно сварят, она этого и не заметит. Поэтому прошу всех, кто здесь присутствующих, прошу всех, кто нас сегодня смотрит и будет читать переведенные в тексты доклады и выступления в газету «Народная правда», как можно скорее осознать то, что только мы с вами можем улучшить наше с вами положение и условия труда. Чем быстрее это осознание придет, тем быстрее у нас будут победы и только хорошие новости. Спасибо. Еще есть желающие? Можно еще? Где, где? А, пожалуйста. Бобинов врач, председатель первички и действия в городе Ленинград. Работаю, так как я являюсь председателем инициативного комитета первично-профсоюзных организаций и фабрично-заводских комитетов, соответственно, мои контакты, любые там ВКонтакте, мыли, и телефоны висят везде, то, соответственно, ко мне обращаются в том числе и с вопросами об организации первичных профсоюзных организаций. Ну, тут уже сказали, что первичку создать нетрудно, понятно, что надо три человека, проголосовали, и все, первичка готова. Также потом, как она развивается, но вот до того, как создать первичку, значит, рекомендую делать следующее. Можно вести информационную работу еще, ну, как бы находясь и в подполье, также и до создания первичной профсоюзной организации. Потому что, когда встречаешься с человеком, который вроде бы осознал то, что надо создавать первичку, но при этом ничего об этом не знает, вообще не знает ничего, то, соответственно, садись, я сейчас буду тебе все рассказывать. И вот до того, как от момента нулевого, до того, что вот надо ради вот этого, 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 или вот этого, 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 ну, то, что хочешь донести, проходит примерно от двух до трех часов. И я вот недавно встретился с человеком, который учится в Красном университете, и уже понимает теоретические моменты, но вот не знает, как у себя конкретно, у себя на предприятии начать, с чего начать, и какие нюансы там вот это. И уже разговор другой, то есть человек уже подготовлен, у него уже куча информации в голове, остается только вот направить, добавить, и как-то вот простимулировать, сказать нужные слова. То есть я почувствовал вот эту разницу с нуля и, соответственно, подготовленного человека. Поэтому была такая методика на заводах еще в начале прошлого века, это информационные листки. Непонятно, от кого они появлялись, непонятно, кто их раздавал. Потом у нас сейчас говорится, что это все не нужно, но я считаю, это нужно. То есть если вдруг откуда-то появляется информационный листок, вот как говорит Андрей Анатольевич, что вот информационный листок по поводу стоимости рабочей силы. Да для многих будет это первая информация, которую они когда-то слышали, то есть они даже не понимают, что такое стоимость рабочей силы, а тут им все расписали, буквально листок, и тут такая информация, она просто взрывает мозг. Просто взрывает мозг. Так вот оказывается, сколько мне должны платить. А попробую так с нуля объяснить стоимость рабочей силы. То есть стоимость рабочей силы, подожди, сейчас я тебе вот здесь вот найду, а здесь это один взял, второй взял, обсудили это все дело еще где-то, подскипели, дома еще это дело подняли, все это переварили, и этот человек уже готов для восприятия информации, уже другой, уже можно сказать, «А я знаю, как этого добиваться хотя бы». Потом вот Андрей Анатольевич также очень хорошо сказал, что можно начинать, вот у него все там шоколадно, но все равно люди хотят создавать профсоюз. И потребность в этом есть. При этом не надо им говорить, значит так, ребята, все, сколько нас тут? Пять? Значит, завтра строим баррикаду. Вот не надо вот это вообще совершенно. Можно начать с каких-то, ребят, давайте начнем с простых вещей. Наша задача – организовать профсоюз, начать работу, и постепенно мы, чтобы был просто какой-то постоянный результат. Этот результат, может даже работодателю выгодно какие-то вещи прямо сейчас прописать в коллективном договоре, а люди будут это понимать, что ясно, что это они добились. Они предлагали, и это включили, и этого они добились, а дальше ставить уже более серьезные вещи и объединять вокруг себя. То есть информационную политику мы ведем, не надо сразу всех звать на баррикады и как бы будоражить, потому что все это отвернутся. Многие, вот как и выступали здесь, конкретно рабочие, которые ведут работу, они отвернутся просто от вас и чаще всего побегут и не будут вас вообще слушать. И если вы рассмотрите вообще коллективный договор, который вы сами составите, ничего страшного в этом нет, тем более уже есть проекты, которые просто бериды, соединяя между собой, вы увидите кучу вещей, которые и прописаны, и несложно их выполнить, но просто об этом надо сказать, об этом надо просто опять же выпустить информационный листок и раскидать там по своему предприятию. И где информацию найти? Опять же в проекте этого коллективного договора. И в дальнейшем, когда уже этот коллективный договор появится, люди уже будут готовы к восприятию этой информации. Поэтому чем, говорят, заниматься вот вновь созданной первичной организацией? Так вот этим и займитесь. Просто создать информационное поле, в которое вы потом войдете, и вам будет просто легче работать. Все, спасибо. Еще желающий? Зачитываем проект постановления. Проект постановления Российского комитета рабочих о создании первичных профсоюзных организаций. Российский комитет рабочих отмечает, что в условиях фронтального наступления капиталистов на интересы рабочих и бездействия центральных профсоюзных органов, давно перешедших на сторону работодателей, именно первичные профсоюзные организации становятся центрами борьбы за текущие и коренные интересы рабочих. Без активно действующей первичной профсоюзной организации невозможно добиться реализации интересов работников. Следует переизбирать руководство имеющихся первичных профорганизаций и создавать новые. При возрождении и создании первичной профсоюзной организации необходимо учитывать передовой опыт коллективов, добившихся значительных успехов в профсоюзной борьбе, а также избегать типичных ошибок, делающих уязвимым профактив и первичную профсоюзную организацию при встречных действиях работодателя. Для того, чтобы первичная профсоюзная организация росла, крепла и могла последовательно и неуклонно отстаивать интересы рабочих, Российский комитет рабочих рекомендует создавать первичные профсоюзные организации на предприятиях независимо от размера предприятия, отрасли и численности работников. Профсоюзную работу начинать с составления проекта прогрессивного коллективного договора, включающего требования шестичасового рабочего дня. При агитации за вступление в профсоюз использовать выжимку из коллективного договора с требованиями работников. Обеспечивать защиту профсоюзных активистов от действий работодателя любыми законными способами вплоть до коллективных действий. Выходить на переговоры с работодателем о заключении и перезаключении коллективного договора или о внесении изменений в действующий коллективный договор, заручившись поддержкой более половины работников предприятия. Подготавливать и проводить коллективные действия в поддержку прогрессивного коллективного договора при его принятии и осуществлении. Создавать постоянно действующий предзабастовочный комитет и поддерживать предзабастовочное состояние на весь период действия коллективного договора. Только активно действующая, придерживающаяся наступательной тактики первичная профсоюзная организация сможет привлечь на свою сторону большинство работников, добиться успеха в борьбе за повышение заработной платы и улучшение условий труда, сокращение рабочего времени и способствовать созданию условий для полного уничтожения системы наемного труда. Нижний Новгород, марта 20-го. Уважаемые товарищи, есть предложение принять данный проект постановления за основу. Прошу голосовать кто за, против, издержавшись. Уважаемые товарищи, мы рассмотрели три вопроса. В повестке приняли за основу три проекта постановления. Я прошу в свободное время, которое останется у вас, обратить внимание на проекты. Еще раз напомню, что правки в редакционную комиссию, состав редакционной комиссии, это научные консультанты и докладчики. Значит, у нас до конца сегодняшней работы остается полчаса. У нас ОРК-вопрос еще остается открытым. Значит, ОРК-комитетам предлагается, значит, по датам, следующее заседание Российского комитета рабочих провести предлагается 17-го, 18-го октября. Научно-практическая, да, накануне. Именно про ОРК-вопрос сейчас говорю. 17-го и 18-го. Кто за предложенные даты, прошу голосовать. Кто против, воздержавшиеся, принято. Значит, даты следующего, точнее, очередного Российского комитета рабочих 17-го и 18-го октября. Так, этот вопрос решен. Значит, вопрос по повестке. ОРК-комитет предлагает следующую повестку для очередного заседания РКР. Первый вопрос. Завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. Такой повест ставится первым вопросом в повестку дня. Завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. Это первый вопрос предлагается такой. Второй вопрос. Развитие взаимодействия профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. Еще раз повторю. Развитие взаимодействия профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. И третий вопрос. Борьба за улучшение условий труда с учетом проведения СОУД. Большими буквами. Специальная оценка условий труда. Борьба за улучшение условий труда с учетом проведения СОУД. Товарищи, есть какие-то предложения по повестке? Мы сейчас, если проголосуем, то и приступим к определению докладчиков. Еще предложения есть в повестку дня, товарищи? Если других предложений не будет, следующая повестка будет готовиться по этим вопросам. Кто за предложенную повестку? Прошу голосовать. Против? Выдержавшись? Спасибо. Значит, вопрос по определению докладчиков. Уважаемые товарищи, посмотрите еще раз на повестку дня. Кто бы мог, по какому вопросу подготовить доклад. Я сейчас обращаюсь в первую очередь к товарищам с решающим голосом? Кто бы на себя мог взять такую ответственность? Я бы мог на второй вопрос по Федерации профсоюзов. Развитие взаимодействия профсоюзных организаций с помощью ФПР. ФПР, да. Первый вопрос. Программа коллективных действий. Ну, хорошо. Второй вопрос. Докладчик Шилов Дмитрий Юрьевич. Второй? Второй, да. Первый вопрос, повторяю. Завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. Владимир Михайлович, кому рекомендуете? Товарищем из Самары, да? Вы приедете домой, а у вас уже выросла профсоюзная организация. На бляжа. Ничего. Есть желание товарища Федина, поручим товарищу Федину товарищу. По какому вопросу? По первому. Завоевание рабочим профсоюзом большинства трудового коллектива. А что, гардерами мы как бы уже результанты есть? Первому, второму и третьему вопросу. Нет, можно как со-докладчики выступить. Ну, мы как со-докладчики, да. Хорошо, пишу Федин и Гордеевник. И Гиль. И Гиль тоже будет участвовать? Ну, если включу третьему, пожалуйста. Да, почему нет? Да? По второму вопросу, вот, садокладчику просто... Садокладчик. По второму вопросу, значит, Шилов и садокладчик, и Ванюк. Да. Все верно. Третий вопрос. Борьба за улучшение условий труда с учетом проведения СОУД. Вопрос по СОУД Горбушкин калюет берет. Вдвоем. Порядок вопросов хотите изменить, да, Денис Борисович? Предложить, да, изменить? Порядок вопросов. Ну, вернемся тогда по... Да, если мы будем руководствоваться тем, что, так сказать, не более близко, знакомо всем делегатам. СОУ прошел у всех и вновь предстоит уже... Да-да, он каждые пять лет проходит. Конечно, поэтому эта зима, она актуальна будет... Поэтому из этих соображений для того, чтобы мы включили большую часть делегата с решающим голосом в процесс обсуждения... Ну, к порядке вопросов мы завтра вернемся тогда, да, товарищи? В принципе, по большому счету, повестка дня предложена, докладчики определены. В принципе, можно готовиться к следующему Российскому комитету развлечения. Уважаемые товарищи, от редакционной комиссии... Проглажение еще. Да. По вопросу СОУ подключить Шихина. У них будет сейчас СОУ проводить, будет по свежим следам. Великолепно. Так, уважаемые товарищи, редакционной комиссии поручено Президиуму в связи с приближающейся юбилейной датой, а именно 150-летие со дня рождения великого вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина, значит, записать обращение ко всем трудящимся нашей необъятной Родины, обращение Российского комитета рабочих о 150-летнем юбилее со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Российский комитет рабочих в канун 150-летия Владимира Ильича Ленина отмечает его всемирноисторический вклад в борьбу за улучшение положения рабочего класса и призывает рабочие профсоюзной организации использовать идеи и опыт ленинизма в борьбе за улучшение условий труда, увеличение заработной платы и сокращение рабочего дня до 6 часов. Кто за предложенное обращение, прошу голосовать. Кто против, воздержавшись, принятый единоглас. Спасибо. Приостанавливается работа Российского комитета рабочих. Работа возобновляется завтра в 9.00 здесь же. Остаемся всем на общей фотографии, товарищи. Остаемся всем на общей фотографии, товарищи.